С 24 по 28 октября в Литве гостила группа школьников и студентов из Славутича, которые большую часть времени провели в Висагиносе. Этот визит стал возможен благодаря проекту Висагинского агентства экономического развития ВЭПа, который был профинансирован Литовским агентством по делам молодежи. Музыка 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 И пострадал ли город? И вообще, насколько там тревожно живется? Слава Богу, наш город не пострадал непосредственно от военных действий в плане архитектуры. То есть у нас есть очень много людей, которые воюют за Украину, которые сейчас находятся в зоне боевых действий, которые со Славутича. К сожалению, есть люди, которые уже никогда не вернутся домой. И большое количество молодых ребят и девушек сейчас служат в лавах Забройных сил Украины. И для нас это ужасная вещь. Мы никому никогда не пожелаем таких вещей пережить, потому что действительно самое ценное, что у нас есть, это наша жизнь. И мужчины, и женщины, и молодые ребята нашего возраста отдают свою жизнь за то, чтобы мы могли жить спокойно в городе, у себя. Да, даже несмотря на то, что у нас всего лишь 4 километра от границы. Вот почти 3 года уже вы живете в такой обстановке. Как вот вы проводите свой досуг? Как вам удается учиться? Как вам вообще удается сохранять какое-то свое более-менее такое душевное равновесие? Ну, скажу за себя, я в войну начала заниматься вязанием, мне это очень помогло. Я начала вязать игрушки, детские игрушки, и для меня это было как такое новое дыхание. Я вообще сам человек творческий, но вот в войну мне захотелось почему-то делать такие вещи, именно такие вот уже готовые, красивые. И причем я заметила, что все работы мои яркие. Я также общаюсь с такими творческими людьми, они тоже делают все красивые, красочные, яркие работы. И это дает надежду на то, что все будет хорошо после того, как мы победим. Скажите, пожалуйста, а вот после сегодняшнего семинара, после этой поездки в ВИС, у вас останутся контакты и продолжите ли вы общаться? Мальчики сконтактировали с мальчиками, больше подружились, ходят уже компаниями гулять, поэтому я думаю, что да. И мы очень надеемся, что они приедут после войны к нам и посмотрят на наш город. Мы рады всех у себя встретить дома, очень надеемся, что скоро закончится эта страшная война, и все друзья смогут к нам приехать. На следующий день ребята сходили в поход, который для них организовало предприятие Антона Евтихова «Литвайлд», а в понедельник побывали на экскурсии в Вильнюсе, после чего поехали домой. Как известно, Славутич – город по-братим Висагинеса, поэтому к нам еще не раз приедут его делегации. А после войны, надеемся, и висагинцы получат приглашение посетить этот город. Последний раз делегация Висагинеса побывала там осенью 2021 года на фестивале «Золотая осень» в Славутиче. Продолжение следует...